Приветствую вас. Как видно со стороны, прав ли друг? Давайте разберем ваш вопрос. Ситуация следующая. Я одолжил деньги знакомому, он обещал отдать до вечера, сумма такая-то. В итоге этот знакомый не отдал деньги, на телефон не отвечал и сейчас. Потом я переписывал своим другом и узнаю, кто это знакомый сейчас с ним, а не друзья. Я рассказываю ситуацию, прошу помочь спросить, когда отдаст деньги, почему слился, на что друг ответил, разбираюсь сама с ним, меня не спросило, отложат ли ему деньги, он не отдаст тебе их, я этого друга давно знаю. Я спросил, почему ко мне такое отношение, помоги спроси, на что он ответил, что я сама виновата, не посоветовалась, теперь он мне добра желает, я не прислушиваюсь. Думаю, ладно, и правда мои проблемы, говорю другу, мы друзья, давай помиримся, в кафе сходим, вкусно скушаем. На что он ответил, после того, что ты меня обвиняешь в том, что я не помог, я не то, что не буду с тобой есть, но и ничего вообще с тобой делать не буду, моя вина, что меня кинули, не спорю. Обращаюсь к другу, узнать по факту и такой пинок. Скажите, кто со стороны прав? Друзь, Балер, вообще переживаю неожиданно, очень спасибо за ответ. Я думаю, что здесь ключевой момент заключается в том, что никто не прав и не виноват. Просто очень разные люди, очень разная позиция. Мне кажется, что вы совершили такую ошибку, на бытовом уровне, да, вы совершили ошибку, когда начали примешивать в дружбу элементы денег. Как бы, есть такая хорошая поговорка, что если хочешь потерять друга, дай ему в долг. В вашем случае вы, как бы, конечно, в долг именно другу-то не давали, но, в общем-то, поступили, так скажем, смежным образом. Вот, и оказалось, что, в общем-то, дружба у вас недостаточно крепкая, чтобы выдержать эту историю. Вот, в целом, это проблема личных границ. То есть, когда я даю в долг, не готов к тому, что мне не отдадут деньги, это нарушение личных границ. Когда я пытаюсь через другого человека повлиять на кого-то, это тоже нарушение, нарушение личных границ. Это нарушение своих личных границ, нарушение личных границ того, через кого вы пытаетесь повлиять. Ну, то есть, какая ситуация. Вот, если вы и я, соответственно, поругался с вашей подругой, я обращаюсь к вам, говоря о том, что, вот, слушай, помоги мне, пожалуйста, у меня там с твоей подругой не заладилось, да, вот, помоги мне, помоги, помоги, как бы, ну, помириться. Ну, вот, и это является нарушением ваших личных границ, в первую очередь. В вторую очередь, в моих личных границ, ну, и задним числом подруги. Вот, все это рождает ощущение тревоги, злости, неопределенности и различных неприятных чувств, чем вы, собственно, истолкнулись. Вот, совершенно не зря, поэтому, в общем-то, все практически сериалы, любовные, умильные оперы, построены на, вот, в той или иной степени деструктивных отношениях. Потому что именно они рождают, вот, вот, бесконечный цикл наказания-прощения, наказания-прощения. Вот, поэтому вам нужно с личными границами работать, быть более внимательными к себе, и, возможно, изменить, а-а-а, отношение к деньгам, вот, чтобы не было такого, такого, что вы даете в долг кому-то, ожидая, что вам вернут. Совершенно точно давать в долг незнакомому человеку, мало знакомому человеку является ошибкой. И дело не в том, чтобы вы не послушали своего друга, как он говорит, а дело в том, что вы просто проигнорировали себя. В том, что вы заставляли, в какой-то момент заставляли, заставили себя это сделать. Для чего-то. И вот вопрос, для чего? Чтобы быть хорошей? Чтобы помогли вам? То есть, какую проблему-то вы решали через отдачу долгу? Вот это важно. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на с собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!